Привет, добро пожаловать на Саша's Soul Station. Сейчас сидела записывала видео на английском, и тема такая, что я пытаюсь записывать такие видео, которые настолько открыты, настолько реальны, что где я показываю себя 100% такое, как я разговариваю с зеркалом, и пока еще я не достигла такого. Все равно я, когда включаю камеру, у меня есть понимание, и оно в мозгу постоянно зарегистрировано, что кто-то смотрит, хоть мои видео спасет очень мало людей, очень мало просмотров, но тем не менее, кто-то смотрит, и я понимаю, что есть возможность, что люди посмотрят, если я выложу это видео. Тогда как, если я разговариваю сама с собой, смотря в зеркало, я все-таки понимаю, что никто не смотрит, никто это никогда не увидит, никто меня не услышит. И я хочу добиться снятием этих видео того, что я дойду до такого состояния, где я на самом деле разговариваю с камерой точно так же, как и с зеркалом, где у меня нет ни малейшего сомнения, что кто-то смотрит, да, ни малейшей мысли остаточной, что кто-то смотрит меня, что кто-то слушает. Почему? Потому что, когда я разговариваю с вами, я разговариваю со своим внутренним миром все равно, потому что это на самом деле так и есть. Просто это наше видение. Мы никогда не видим мир стопроцентным, таким, какой он есть. Мы все видим его под разным немножечко углом, под разными фильтрами. Каждый из нас видит мир, тот же самый мир, ту же самую ситуацию, ту же самую комнату, тот же самый предмет через личные фильтры, которые сложились и получились посредством предыдущего опыта. Даже не из только этой жизни, а из прошлой жизни тоже. Прошлых жизней. Жизней. Наше понимание, наше видение складывается из всех, всех предыдущих жизней и этой жизни. И событий. И всей информации, которая у нас в мозгу. Это все настолько интересно. Настолько интересно, что каждый видит абсолютно... Не абсолютно, а это даже немножечко по-другому. Даже бывает и абсолютно по-другому. Ту же самую картину, ту же самую комнату. Вот, например, раковина с зеркалом и обычные вещи, которые люди используют в повседневной жизни. И все равно все мы это видим по-разному. Почему вот это здесь? Почему вот это здесь? Да. Я пытаюсь добиться этого. Потому что вы – это отражение моего внутреннего мира тоже. Все, что во внешнем мире происходит – это отражение моего внутреннего мира. Если мы лечим свой внутренний мир, заботимся о нем, то и внешний мир вместе с этим здоровее и здоровее каждый раз. И отношение ко всему меняется. Это очень-очень интересно. И это действительно так работает. Это стопроцентно, стопроцентно. Так. Глаза, зеркало души. Что там внутри? Вот оно. Зеркало висит. Оно отражает. Все. Вот наш мир – это зеркало нашей души тоже. Мы смотрим так же, как если смотреть в глаза человеку, и можно увидеть его душу, да? Так же и мы смотрим на мир. И это отражение нашей души. Насколько оно грязное. Насколько оно чистое. Насколько оно доброе. Насколько оно злое. Что вы видите во внешнем мире? Это все то же самое, что там внутри. И если вы будете работать над своим нутром, я сама с собой разговариваю сейчас, понимаете? Если я буду работать над своим нутром, мой внешний мир тоже будет меняться. И тоже я буду видеть только все более красочно. Ничего не поменяется. Это то, что поменяется мое видение. Одна и та же картина. Одна и та же комната. Одна и та же ситуация. Воспринимается каждым по-разному. Именно потому, что у нас разные внутренние миры и состояния. И я хочу добиться такого видео. Дойти до такого, что каждое видео – это по-настоящему разговор с моим зеркалом. Пока еще я не дошла до такого. Пока еще не дошла. Пока еще у меня есть понимание, что кто-то смотрит, кто-то видит, кто-то слушает. А я хочу от него избавиться. Нет, пока что я это принимаю. Но я говорю, я иду к этому. Да. Это моя цель. Надеюсь, понятно. Я не слишком запылинно и запущено. Я еще даже не умылась толком. Ладно. Спасибо за просмотр. Спасибо всем. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok